а что вы делаете сейчас выживаете или процветаете и у кого-то будет сразу много вопросов о так я потому что живу в маленьком городе как же по-другому я когда началась пандемия еще раз не рухнул бизнес где было 50 человек все полностью рухнуло были сумасшедшие деньги которого надо было вернуть клиентам туризм который отменился и ивенты которые отменились и это знаете можно было бы тоже перейти в уровень выживания можно было тоже сказать ну все я тебе буду выживать вот мне там 50 тысяч рублей могу вместе заработать слава богу поэтому это все находится в нашем голове и в нашем подсознании в нашем поле и вот вы с ним можно работать научиться чувствовать энергию то есть можно научиться чувствовать и когда ты научишься чувствовать энергию и с ней работать ты начнешь просветать не сразу не обязательно потому что многие думают что так увидел медитации божественный свет и думаешь не просветлился это просто божественный свет люди людям точно интересно вот как им если они сейчас ощущению они выживают понятно что надо переключиться переключить фокус до себя внутри я бы сказала так мы сделаем во первых на практику я покажу то есть давай прям по пунктам например да что чего бы я начала если ты сейчас поставьте плюсики кто сейчас чувствует что он выживает я может быть очень утрирую это слово но ты понимаешь что ты живешь в контроле в гонке постоянной ситуации поднялся доход опустился и так далее вот поставьте плюсики кто вот в этом состоянии сейчас и так если вы вот в состоянии выживания вы хотели бы процветать первое чтобы я сделала это бы начала бы практиковать энергопрактики медитации ну опять же наверное не все но для чего первый шаг номер один все-таки научиться чувствовать нас не учили в детстве чувствовать нас учили думать вот первое научиться чувствовать то есть что говорит мое тело потому что тело и на здоровом теле здоровый дух не эта фраза очень глубокая так вот что говорит мое тело соответственно что говорит моя душа как его ощущаю вибрации мурашки волнение какие-то наоборотом блоки или еще что то есть научиться чувствовать я чувствую любовь или чувствую гнев и не давить это в себе сейчас очень много позитивное мышление а на самом деле и не позитивно иногда надо помыслить иногда надо и погрустить не зависая в этой грусти а научиться и проживать вот первый шаг разбираешься а что ты чувствуешь не эмоции а чувства именно это разочарование иногда это боль в общем первое и чем лучше ты ess и начинаешь чувствовать то что получается начать делать то что ты всегда откладывал и дома я почти уверена есть дела которые ввы знаете пора уволиться, пора развестись, пора выйти замуж, пора сменить работу, всё что угодно. Вы знаете, что пора, но не делаем. И вот перестать хвататься за определённость и шагнуть, полюбить неопределённость, полюбить вот это состояние экстраординарного предвкушения. И тогда я назвала шаг второй. Шаг третий. Окружить себя людьми, которые будут тоже, знаете, как вот это энергополе, оно из чего состоит? Вот вы сейчас, мы все находимся, наше общее поле, Ань, твоё, подписчиков твоих, моих, моё, оно объединяется, потому что в энергии нет границ, как в теле. В этом поле есть информация, есть твой успех. И я могу сейчас, условно говоря, присоединившись к твоему полю, не лишая тебя абсолютно твоей энергии, почувствовать её, запомнить это состояние и пользоваться им своей жизнью. На самом деле, я учу этим всем практикам. Я могу как бы это всё представить, но у меня ощущение, что я не могу по цели присоединиться к тебе. Хотя, как бы, я иногда чувствую всех людей, но это для этого мне нужно прямо настроиться, да? Но вот, но я не могу понять, как мне к тебе. Слушай, ну давай попробуем. Почешь попробуем? Почу. Давайте мы все вместе можем попробовать и почувствовать общее поле. Я хотела сначала сделать практику такую, дать вам вообще энергию попробовать, но сейчас вот пошло по-другому. Сейчас, подождите. Давайте мы сделаем классную, приятную практику вместе. У меня сейчас будет впереди бесплатный марафон про женскую энергию. Я хотела, думала сделать здесь эту практику, потом подумала, ну раз он у меня будет бесплатно, скоро и так, то мы сделаем что-то другое. У меня есть моя любимая практика, это как раз где ты можешь почувствовать соединение людей, друг друга и так далее. Когда мы с тобой увидимся в Москве, я тебе покажу прям руками, как ты сможешь взять меня за руки и чувствовать то, что чувствую я, а я буду чувствовать то, что буду чувствовать. О, Боже, я очень хочу это. Это реализация. И это реально даже в онлайне, но, конечно, не сейчас, когда нас так много, потому что наше общее поле сейчас работает. Ну, ты общее поле сейчас почувствуешь, как и все. Итак, включаем музыку. Что нам нужно сделать? Перед тем, как мы начнем делать практику, сесть ровно, спина прямая, ноги не скрещивайте, ладони тоже не скрещивайте, раскройте их, положите на колени. Да, просто на колени опусти. Да, да, супер. Можно, кстати, закрыть комментарии сейчас, потому что сейчас нам комментарии будут не нужны. Так, сейчас я включу музыку. Ну, ты мне сейчас скажи, пожалуйста, только по музыке, по звуку, все ли будет хорошо, да, чтобы мы не слишком громко, не слишком тихо. Вот, смотри, слышишь музыку? Ну, можно чуть-чуть погромче, наверное, почти. Да. Вот сейчас и голос, и музыка есть, да? Да. Супер. Хорошо. Тогда мы сейчас сделаем практику. Я ее не так часто делаю, но вот пришел запрос, как подключиться друг к другу. Вообще, это невероятно мощная штука. Научиться ощущать, что есть мы. И из этого поля мы можем брать опыт друг друга. И мне, например, не обязательно проживать негативный опыт условно. Если прожила его ты, я могу позаимствовать от тебя его, и взять этот опыт себе. И все, и мне уже не надо разочаровываться в ком-то, да, там, или еще что-то. То есть моя душа может из этого поля взять опыт других душ. В общем, как делать это? Мы мы сделаем буквально 5 минут, если у меня более длинные, на 15 минут, в рамках эфира, хотя бы 5 минут, чтобы мы это почувствовали. Ладони раскрыты, лежат на коленях, спина прямая, глаза закрыты. И все, делайте с нами. То есть просто слушать не будет результата. Важно сделать. И сначала мы начнем просто с обычного дыхания. Медленное, глубокое дыхание. Вдох через нос, выдох через рот. На вдохе ты наполняешься энергией. На выдохе очищаешься. Чем медленнее дыхание, тем медленнее мысли. И попробуй сейчас отпустить любые мысли, представь их как облако. И как они улетают. И если в процессе практики будут приходить какие-то мысли, скажи им стоп. И представь, как они улетают. В течение всей практики я буду обращаться к тебе нату. С любовью и с уважением. Дыхание ровное, медленное. Дыхание ровное, медленное. Тело полностью расслаблено. Дыхание ровное, медленное. Ты расслаблено. Ты в безопасности. Вдох. 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 И сейчас представь, как ты будто бы поднялась над своим телом. И смотришь на себя с высоты, зданием, домом, где ты находишься. Увидь себя сидящей в комнате, где ты сейчас. И поднимись еще выше, и вот ты уже на облаках. Ты еще можешь видеть район, город, где ты живешь. Вдох. Выдох. И со следующим вдохом ты поднимешься еще выше. Представь, что ты поднимаешься над землей. Летишь еще выше. Ты видишь землю. видишь другие планеты и вот ты замечаешь что нет никаких стен нет потолка нет углов нет линии есть абсолютно бесконечности и ты замечаешь что у тебя нет границ тела и будто бы растекаешься в космосе и вот и волна энергия может быть облако и дуб вы летаешь между планет между звезд ты можешь летать даже между галактик и вот ты замечаешь что вокруг тебя летают и другие души увидь их как свет как волну как некое поле это все души которые прямо сейчас делают эту медитацию в онлайн и в записи для энергии нет времени нет расстояния и представь что если бы у наших душ были крылья или руки и мы могли бы все взяться за эти крылья и сейчас посмотри вниз на землю и вот мы полностью опоясали всю землю почувствуй любовь ко всем душам которые потому что на уровне души каждый из нас хочет только и представь что каждая душа может прямо сейчас отправить любовь из космоса на землю себе и всем другим представь что вы это можете и может быть на земле есть кто-то еще кому-то хотел как свет отправляет из космоса этим людям знакомым а может быть ты можешь отправить любовь всем детям которым сейчас она очень нужна может быть тем кто остался без родителей без еды и мы все вместе объединившись можем направить эту любовь и представь как земля заливаются светом нет я есть ты везде и нигде и попробуй на уровне души смотря на землю почувствовать кому еще сейчас больно разрешили себе почувствовать эту боль и отправь этим людям на боль может быть это старики или влюбленная девочка которая ждет звонка или мама потерявшая сына кому сейчас нужна наша любовь отдохну 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 и еще раз посмотри на землю и увиди как она полностью залита светом представь что ты с космоса смотришь направо и увидишь красивую ободную душу вокруг земли отдохну 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 Прикосновения этих душ или мурашки на макушке. Потихонечку возвращайся в ощущение тела. Замечай их. Поширили пальцами руку. Почувствуй свою телу. Улыбнись. И открывай глаза. Как полетала, Анечка? Слушай, класс. Я ощущала, у меня были как раз горячие ладони и вот эти вот мурашки по затылку, по голове. Но я много всего чувствовала. И почему-то я думала, что я в прямом эфире не смогу... Отключить контролера. Да, отключить контролера. Но почему-то это получилось. И я все это чувствовала, я все это видела. И было хорошо. Почувствовала боль где-то недалеко. Ну, в общем, разные-разные ощущения. Да, круто. Давай включим комментарии, может быть, кто-то... Ну, раз я думаю, что остались те, кто делает практику, они нам сейчас расскажут, как у них все прошло. Тоже интересно. Пять минут, и нет, ну что подделать. На самом деле, мы совсем немножко с вами сделали. Буквально восемь минут, по-моему, у нас это заняло. Конечно, практику лучше делать подольше. И такой экспресс-метод. И есть практики абсолютно на разные задачи. То есть у меня есть там, например, клуб. Мы каждое утро делаем практики. То есть каждое утро. Понедельник, там, тоже на среда, четверо-пятница, пятницу. Летаем, открываем сердце, наполняемся, волевой центр прокачиваем. Потому что у некоторых людей проблемы. Кстати, знаешь, может быть, я хотела бы дать твоим ребятам базовую, очень полезную информацию о том, как движется энергия. И вот это особенно полезно для тех, у кого не реализуются материальные цели. То есть если люди... Вот поставьте тоже, я вижу, потрясающие люди пишут. Круто. Я рада. А вот когда человек плачет, я помню, что когда у меня происходило такое сильное соединение, то слезы, вот эти вот счастья, какое-то освобождение происходит. Конечно. Это как раз к вопросу чувствительности. Это как раз к тому, что ты начинаешь чувствовать. И не бойтесь слез. Это очень круто. Потому что чем лучше вы чувствуете... Мы же, понимаете, нас... Мы как в скорлупе все время живем. Как анестезию вкололи себе. Потому что кто-то когда-то сделал больно. Мама, папа. Там сделал больно, я не знаю, парень в детстве или не в детстве. И мы поэтому просто закрылись, сердце закрыли. И говорим, так, окей, не хочу чувствовать боль. Но, дорогие мои, рубильник один. Если ты не хочешь чувствовать боль, ты не будешь чувствовать ничего другого. Ты и любовь не сможешь чувствовать. Нельзя анестезию вколоть только на боль. Ты ее вкалываешь, и все. И ты живешь такая, знаете, на десятибальной шкале на единичку. Там что-то барахтаешься, и вот у тебя и вся жизнь тогда такая. Поэтому, если ты хочешь ярких изменений в жизни... Многие смотрят Инстаграм и думают, о, вот она тут, на Мальдивы. Я знаю, что ты тоже на море едешь, да? Куда ты едешь, кстати? Это секрет или нет? Нет, 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 нет. Конечно, я через пару дней... А куда едешь? А я в Дубай. Ну, вы в Горьбе. А, в Дубай. Ну, окей, окей. Кто-то едет в Дубай, кто-то на Мальдивы. И кто-то смотрит и думает, вот, типа, вот, как это круто, я то, что хочу. Друзья, для того, чтобы туда попасть, нужно позволить себе. Иногда чувствовать боль. Аня, согласись, ты чувствуешь боль в жизни? Я чувствую, да, но я к ней отношусь очень спокойно. Вот, вот. Просто мне надо не убежать и воспринимать это как... О, боже, что же это? Да, больно. Классно. Иногда же это так клёво, когда больно. Да, я тоже очень часто ловлю, боже мой, от нашей жизни вот это вот воплощение в психологическом, оно потрясающе. Ты можешь нюхать, видеть, слышать, чувствовать. Это... Да, если у меня сейчас прям так мурашечки пробежали. Так вот, очень многие люди до конца не понимают, почему вот это происходит, да. То есть, почему вот кто-то там вот это всё может, а я не могу. Поставьте плюсы, кому тема денег актуальна и вот от материального мира, да. Кто... Кому вот не реализуются Мальдивы, Дубай, Майами, не знаю, самолёты, машины. Или даже, знаете, может быть, не обязательно такие большие мечты, а просто, условно говоря, не реализуется. Отпуск раз в году в Турцию, и он-то не реализуется. И вот я расскажу сейчас очень коротко про 7 энергетических центров. Как очень часто, я не знаю, ты, наверное, тоже занималась в Кундалини, когда снизу энергию поднимают вверх. Я расскажу другую совершенно движение, другую энергию, сверху вниз. Оно мне очень помогло. Я когда вот это осознала, начала прорабатывать сверху вниз каждый центр, мне очень сильно изменились в жизни обстоятельства. То есть, внешняя реальность, ты меняешь энергию, меняется материя. Вот последовательность такая. Нельзя изменить материю, а потом энергию. Материальных плодов, как вот это... Так, ты у меня не зависла. Немножко зависла, да. Да, и ты у меня тоже. Так, сейчас давай подождем, пока мы развиснем. Так, а ты здесь? Я здесь, а ты? Я тут. Так, всё, всё, супер, всё, вижу тебя. Да, да. Итак, вот верхний центр, во время практики мы его могли чувствовать. Вот тут могли быть такие, знаете, покалывания какие-то. Центр, соединяющий нас с потоком информации. То есть, энергия — это информация.